В коридоре Департамента труда и социальной защиты очередь. Жители не только города, но и районов области пришли за установлением группы инвалидности или ее подтверждением. Сегодняшний день совпал для них с одним из мероприятий – единым днем приема граждан, который проводила уполномоченный по этике. Сообщить о проведении такого дня и о месте, где ведется прием, сотрудник вышла к людям. Но не дожидаясь окончания ее слов к уполномоченному по этике, прямо здесь обратились сразу несколько посетителей. Их вопросы касались работы комиссии. Мы сидим целый день с нашими проблемами, с нашим здоровьем. Они еще ходят на обед, простите, да, уже 4 часа нет, но выходите, мы идем на обед, понимаете. То, что мы там приехали, да, то, что там здесь люди, да, инвалиды. Ладно, я здоровая, да, у меня дочь инвалиды. Как она себя чувствует? Лаки – это ужасное. И отношения, самое главное, именно непосредственно для комиссии. Это ужасное отношение комиссии, понимаете, к людям вообще непосредственно. Даже мало того, да, что они и ко мне, да, и ко мне лично, и к моей дочери. То есть такое отношение, знаете, как будто нам делают одолжение. Такого не должно быть, понимаете. В ответ на озвученные жалобы уполномоченной по этике предложила разобраться в проблеме. Мы обязательно поднимемся в мой кабинет и пригласим также заместителя руководителя по работе МСЭ. Она расскажет полностью конкретно всю ситуацию. Мы разберемся, выясним все обстоятельства. Если женщина захочет написать письменные заявления, мы письменно также дадим ответ. Если не захочет написать письменно, я надеюсь, на месте мы решим всю эту проблему. По словам уполномоченного по этике, с такими жалобами обращаются нечасто. И их обычно решают на месте. Некоторые причины таких конфликтов назвала сама Алия Айтуарова. Естественно, что если им установили вторую группу инвалидности, а не как они хотели первую группу инвалидности, естественно, что возникает такой конфликт интереса, так сказать. Они хотели одну группу, наши специалисты установили друг другу. И они со своей стороны усматривают в этом, что наши сотрудники нарушили их права и так далее. Понять, кто действительно прав, должны помочь камеры наблюдения. Они установлены в кабинетах, где оказывают государственные услуги. Видеоматериалы можно отсмотреть по каждой жалобе. По всем проблемам, связанным с отношением сотрудников госоргана, можно обратиться к уполномоченному по этике. Он находится в этом же здании Департамента труда и социальной защиты по адресу улица Косымканова, дом 34. Хамзан Урпийцев, Наталья Басмурзина, РТН